А парень вообще меня походу не знает, не смотрит, потому что не понял, что происходит, почему эти двое рванули. А та вот подруга, на что день рождения я пошла, она просто ржет от ситуации вообще, от того, как я выхожу из положения. Всем привет, мои хорошие, с вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Я решила вспомнить лето, здесь у меня клубничка, здесь у меня киви, такие мои любимые печеньки, азербайджанского производства, даже не помню, какой бренд. Вот такое вот пирожное купила, и самое главное, это мороженое, мороженое Oreo, мороженое Oreo, я его обожаю. Вообще, я хотела просто снять мороженое, но потом подумала, что так будет неинтересно. Я решила вот накрыть такую поляну, не могу сказать, что я прям супер голодная, но все это я обожаю, просто обожаю. Очень люблю киви, клубнику уже так трудно достать, пора уже переходить на мандарины. Так, давайте начнем с мороженого, оно просто течет. Нереально вкусно. Встала утром, вышла на балкон. Такая классная погода, это просто нечто. Такое ощущение, что лето. 25 градусов, светит солнышко. И это конец октября. Обожаю такую погоду, когда, знаете, ни жарко, ни холодно. Вот это вот самое мое любимое. Это мое самое любимое мороженое. Как-то один раз мы с Фатей снимали видео про мороженое. Там фишка была в том, что мы пробовали разные виды мороженого. Среди 10 видов мороженого мне настолько понравилось. Это... Очень напоминает саму шоколадку. Я не прям фанатик, знаете, мороженого, но это мороженое просто потрясающее. Еще сегодня утром проводила бабушку. Бабушка с моим двоюродным братом уехали в деревню. Как проводила? Я просто спустила бабушку вниз. Даже, знаете, раннее утро потрясающее. Просто погода, нету ветра. Солнышко светит. И тут я, знаете, что вспомнила? У меня есть друг, который живет в Италии. Точнее, он учится там. И он никогда не был в России, а я-то там была. И он рассказывал, что его одногруппница, которая родом из России, русская, просто была в шоке от того, что в Италии, когда бывает дырящий снег, сразу закрываются все школы. Она говорит, да у нас в России минус 25 мы идем в школу. И я вспомнила мои годы школьные в России. И реально. Вот сравнивая Азербайджан и Россию. В России люди, знаете, сугроб по коленам. Люди все идут, идут в школу, маленькие дети, все идут. Все везде работает. А у нас, например, в Азербайджане, даже элементарно вот зимой дождик. О минусовой температуре я вообще не говорю. Все, у всех паника. Как мы будем машину водить? Как мы куда-то пойдем? Да не надо нафиг эту школу, нафиг эту работу. На улицу снег пошел. А в России людям наплевать просто. Снег, град. Они закаленные люди. Это мой друг меня спрашивает. Ты же тоже, говорит, была в России? На самом деле есть такая тема, что даже минусовая температура, и все равно все идут в школу. Я говорю, слушай, дорогой, какой минусовая? Там зимой всегда минусовая. Это раз. Во-вторых, даже если минус 20, ты все равно идешь в школу и на работу. Ничего не отменяется. Он просто исколесил уже, наверное, весь мир. Осталась только Россия. Так что как-то так. И сейчас утром. Я уже столько лет живу в Азербайджане, и я никак не могу привыкнуть к этому замечательному климату. Просто кайф. Ну вот единственный ветер здесь минус. А так. Рай. Еще вчера я была на дне рождения у своей подруги. Там было 6 девчонок. Я специально попросила свою подругу не говорить, что я блогер, потому что там начнутся вопросы. И потом мы весь вечер только будем разговаривать про блогерство. Я попросила ее просто не открывать эту тему. Люди меня спросили, а где ты работаешь? Я сказала, как есть строительная компания. Но про это свое хобби я рассказывать не стала. Да и глупо, мне кажется. Каждый раз кого не уведешала я блогер. И тут мы, значит, гуляем по бульвару. Мы вчетвером. Одна девочка потом домой пошла. Ну, в общем, длинная история, почему она домой пошла и так далее. Гуляем, гуляем. И навстречу нам идет парень и с двумя девушками. Видно было, что одна из них это его девушка. Но другая непонятно. Может быть, сестра или подруга. У его девушки. И как только эти две девочки увидели меня, я не знаю, как они меня узнали, потому что на улице было темно. Реально. Узнать меня в такой темноте, это было очень сложно. И они как побежали ко мне. Обе. А парень вообще меня, походу, не знает, не смотрит, потому что не понял, что происходит, почему эти двое рванули. Он стоит на месте и просто смотрит на них. Что происходит? Такие милые девочки. Такие, знаете, душевные, классные. Если вы меня смотрите, обязательно пишите в комментариях. И мы так начали фотографироваться туда-сюда. Я же вроде с компанией на дне рождения, и они немножко не врубились, что происходит, да? И парень не понимает, что происходит, и здесь компания не понимает, что происходит. Я такая девочкам говорю, не полите. Они сразу меня поняли, они не стали расспрашивать про YouTube, просто пофоткались, пообнимались и пошли. Блин, так подняли мне настроение. Вот обожаю таких позитивных людей, которые вообще не стесняются. Я, например, если даже встречу своего любимого блогера, не знаю, хотя нет, я тоже подойду, но я буду сомневаться, она это или не она. Мне нравятся такие, знаете, уверенные в себе люди, причем такие симпатичные девочки. Смотрю на них, вижу себя, знаете, в каком плане? Вот я не имею в виду, что тебя тоже симпатичные, нет. Просто макияж. И русскоязычные, говорят на русском. Ну, в общем, мы попрощались с ними, из компании, я дальше иду гулять, и они все спрашивают, а что это было, да? А кто это вообще? Почему они тебя начали обнимать? Я говорю, да, старые знакомые, мне как-то неудобно стало говорить, что вы знаете, я от вас скрыла, что я блогер, это мои зрительницы. Я начала дальше сочинять. Я говорю, что да, это подруги, давным-давно не виделись, а потом одна из них спрашивает, давно не виделись, а зачем они с тобой вообще фотографируются тогда? Я говорю, ну, чтобы фотография на память осталась. А та вот подруга, на что день рождения я пошла, она просто ржет от ситуации вообще, от того, как я выхожу из положения. Ну, реально, море позитива, прям. В этот день не очень хорошее настроение было, но эти две девочки подняли мне настроение. Знаете, можно как-то культурно подойти, не знаю, здравствуйте, а я вас знаю и так далее. Но другое дело, люди бегут к тебе, сразу обнимают тебя. Это настолько приятно, настолько тепло, не знаю. С одной из них мы даже списались. Оказывается, она очень давно мне писала, я даже не видела в инстаграме. Море позитива вообще. Моя кружечка. Видите, с моей фотографией. Когда я задумаюсь о том, что хорошо ли я сделала, что я открыла канал, если у вас есть мысли о том, чтобы открыть свой канал на YouTube, мне кажется, это замечательная идея, потому что эти эмоции, которые вы получаете от своих зрителей, вы не получите ни от кого. Просто это очень приятно. Осознавать, что есть люди, которые просто так тебя любят. Конечно, есть люди и хейтеры, и так далее. Но все равно. Так. А мы с вами двигаемся дальше. Ни разу не пробовала эту сладость. Даже не знаю, с чем это. Смотрится очень аппетитно. Я специально взяла розовенький. Было несколько цветов. Цена. Я вас спросила, вы хотите, чтобы я писала цены. Все ответили, да, конечно, пиши. Так вот, вот такая вот булочка стоила 1 мана 40 копеек. Сейчас, наверное, очень тупо было. Посмотрите, что здесь. Здесь розовый какой-то джем. Очень вкусно. А еще с клубничкой. Почему я сегодня решила снять такое видео? Скоро будет зима, клубничку будет не найти. Мороженое тоже, мне кажется, будет не в тему зимой снимать. Поэтому я решила именно сейчас. Либо сейчас, либо никогда. Какой нежный шоколад этот розовый, который сверху. Знаете, одно плохо. Если ты захочешь от кого-то скрыть, будет это очень сложно. Скрыть, что ты блогер. Хотя у меня 2 инстаграма. Один личный, другой рабочий. Можно ли его так назвать? Ну, в общем, для блога отдельно у меня инстаграм есть. И людям, которые не хочу, чтобы знали, что я блогер, я даю другой инстаграм. И все. Знаете, еще закон подлости. Иногда бывает, я иду куда-то, иду в малую, не знаю, гуляю по улицам. И никого не встречаю, ни одного своего зрителя. А иногда бывает, вот я на дне рождения, никто из них не знает, чем я занимаюсь. Я специально пытаюсь скрыть, и тут вы. Причем, знаете, когда одна идешь, еще можно понять, можно узнать, да, человека. А когда 4-5 девочек идут, вообще молодцы девахи. Каждый раз, когда я вижу своих зрителей, я вижу себя в них. То есть, что-то у нас вообще есть все равно. это с вишней. я когда в школе училась, у нас в столовой продавали что-то наподобие. вкусно. еще сегодня хочу снять видео про суше. Про роллы. Не знаю, как вы отреагируете, но я так соскучилась по роллам. или мидии купить, или райки. Что-то из морской тематики. Хотя я морепродукты, если честно, не особо люблю. Ну, кроме крабовых палочек. Крабовые палочки я обожаю. One love. Еще, кстати, хочу для вас ASMR-видео снять. Да, я понимаю, что кому-то не нравится, кому-то считается... Кто-то считает, что это ужасно. Просто молча кушает на камеру. Но... Есть люди, которые ждут ASMR-видео. Поэтому, скорее всего, сегодня тоже засниму. Я не знаю, как с этим микрофоном будет слышно ASMR. Потому что старый микрофон, на который я снимала, два других ASMR-видео, он у меня испортился, и мне пришлось его выбросить. Сижу, думаю, что именно снять. Вот я думаю, что такие все уже было. Роллы были. Будет интересно, что-то хрустящее. А вот что... Даже не знаю. Может, что-то такое... Ну, как вам? Может, снять что-то такое? Или чипсы? У меня есть еще такая идея снять ASMR-видео чипсы. В этом видео я опять хотела сказать, что, скорее всего, я не смогу доесть до конца. А потом я вспомнила комментарии, которые мне оставили под последним видео. Там кто-то написал, ты всегда вначале говоришь, скорее всего, не смогу съесть до конца. А потом ни крошки не оставляешь. Я решила не говорить. Видите, ваши комментарии как-то влияют на меня. То есть, если вы думаете, что я мимо ушей все это пропускаю, на самом деле нет. Я задумываюсь. Но больше, конечно же, позитива. Даже, знаете, раньше так не было. Последнее время очень много позитива. Редко, где встретишь какой-то хейт у меня в комментариях. Это очень приятно, на самом деле. Но я понимаю, что хейтеры есть у всех. У любого человека. У любого блогера, значит. Последняя клубничка. Это было божественно. Если вы не пробовали такое мороженое, обязательно попробуйте. Особенно в таком вот сочетании. На этом, я думаю, все. Мы с вами будем закругляться. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Покушали вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Помогите мне добить до 20 тысяч. Ну, пожалуйста. Если вам не сложно, подпишитесь на мой инстаграм. А если вы не подписаны на мой канал, то обязательно сделайте это. А я вас жду завтра, ровно в 12.